Тик, 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 тик. Так, википедия открыта, шпрыгалка на месте. Так, ага, запись пошла. Ну, с богом. Стратегия — это поведенческий шаблон проектирования, предназначенный для определения семейства алгоритмов, инкапсуляции каждого из них и... Артём, да как же ты заебал? Опять свою нудяцкую хуйятину снимаешь? никто смотреть не будет да и ты по голове иди в своих видосик аху иди сюда короче в ближайшее время видосиков от коляна можете не ждать ну а мы продолжаем и так стратегия поведенческий шаблон проектирования предназначены для определения семейства алгоритмов инксуляции каждого из них и да ладно расслабьте свои булочки я пошутил и помните что вы на канале экстремального программирования так что откиньтесь на спинку вашего кресла дивана табуретки или на чем вы там сидите и готовьтесь принимать в себя потоки концентрированных отборных знаний и так паттер стратегия занимает топ-1 среди всех паттернов по используемости он стоит даже выше синглтона который обычно в первую очередь изучают маслятки и начинают пихать его своими шаловливыми ручонками туда куда не надо и почему же так вышло да потому что когда вы его используете вы даже не предполагаете что вы его используете вот такой вот коварный пиздук потом стратегия настолько сочный что используется в реализации многих штуковина в dotnet фреймворк но всяких там левых библиотеках и при проектировании собственного софта он тоже постоянно фигурирует этот паттерн может быть реализован как в упастили так и функциональным помимо прочего стратегия включается в состав других паттернов вот например рассмотренный нами ранее фабричный метод это также проявление паттерна стратегия даже спойлер ну немного они абсолютно одинаково реализованы настолько что даже имеет место быть такое понятие фабричный метод это стратегия создания объектов просто сейчас возьмите и осознайте вот это вот все я дам вам немного времени я в своем познании настолько преисполнился что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет понимаешь как эта земля мне уже этот мир абсолютно понятен и я здесь ищу только одного ой все давайте уже наконец приступим к делу но для начала определим какое же назначение этого паттерна в первую очередь стратегия инкапсулирует определенные алгоритмы или поведением и делает их взаимозаменяемыми короче ставь лукас видосику и пиши в комментариях артем витальевич лучший в мире если вообще не вдупляет что такое инкапсуляция посмотрим сколько вас тут таких маляток и может быть я снизойду до вас и запишу отдельный видосик на эту тему где еще более детально все разберу ну а пока на всякий случай условимся что инкапсуляция это механизм который позволяет нам связать данные и методы в классе во вторую очередь стратегия это поведенческий паттерн это значит что семейство этих паттернов определяют алгоритмы и способы взаимодействия классов и объектов друг с дружкой и того что мы имеем мы пользуемся стратегии когда используем наследование типов но как сказал конфуции в 478 году до нашей эры зачем нужно наследование когда есть композиция и как раз таки 2 по распространенности пример использования этого паттерна это и есть композиция мы создаем отдельный интерфейс реализуем логику в отдельном типе и искармливаем его какому-то другому классу вот так вот выглядит принципиальная схема можешь поставить видео на паузу и сделать вид что типа изучаешь схемку ну а я пожалуй покажу как этим пользоваться есть некий класс ворке у него есть метод дуджоб который принимает себя экземпляры классов реализующий интерфейс а и джоб в интерфейсе определен метод чтобы в нем пилить какую-то логику и далее конкретные типы данных реализующийся интерфейс хенджоб и фуджоб таким вот образом мы инкапсулировали некую логику из класса worker и теперь мы можем использовать эти типы совместно с этим же классом самый легчайший паттерн на свете честное слово и помните когда приходите на спеседование и вас начинают спрашивать о том какие паттерны вы знаете и используете лучше начните с стратегии а не бучьего синглтона окей а то николаю придется выехать за тобой ты же не хочешь чтобы за нас начали говорить наши стволы в общем из всего этого можно сделать пару выводов об использовании паттерна стратегия во первых когда нам нужно вынести часть логики и алгоритмов из основного класса в нашем примере это был тип worker во вторых когда нам нужно во время выполнения программы заменять какую-то логику что в принципе наш пример также демонстрирует могу привести также реальный пример использования паттерна в нашем недавнем проекте использовались облачные сервисы и возникла задачка данные российских клиентов мы должны размещать в яндекс облаке а в будущем данные зарубежных клиентов должны размещаться в amazon веб-сервисы заложенный изначально паттерн стратегия решает эту проблему сейчас и в будущем даже на тот случай когда заказчик решит использовать абсолютно другие обычные сервисы к примеру и жур или google cloud решается проблема достаточно просто данные клиентов у нас всегда в определенном формате но есть разница лишь способе загрузки данных инкапсулировав эту логику я могу спокойно в рантайме подменять сервисы и как бы проблема решена вот в принципе мы и рассмотрели стратегию в ооп стиле но есть еще и функциональности и он также используется в шар и некоторые классы в дотнет фреймворке реализуют стратегию в стиле я предлагаю вам ознакомиться с этим самостоятельно достаточно посмотреть метод сорт в классе лист и сравнить реализацию в вп стиле и в ооп стиле вы приятненько удивитесь в общем ставьте лайкосики под видосиком пишите комментарии заходите в группу вк чат и telegram с вами был артем канал экстремального программирования пока